Проектом общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа заинтересовались другие регионы. Речь идет об оленотранспортных батальонах. Идею проекта поддержали во время форума «Ладога», который проходил в Ленобласти. Результаты поездки наши делегации обсудили накануне, во время очередного и, кстати, последнего заседания молодежной палаты. Правда, это заседание стало последним лишь до осени. В сентябре молодежная общественная палата вновь заработает. А пока перед заслуженным отпуском ее представители подвели небольшие итоги. К примеру, говорили о прошедшем форуме «Ладога». Один из проектов, связанный с оленотранспортными батальонами, попал во внимание Мурманской области. Идея принадлежит активистам общественной палаты. В Ненецком округе ее реализуют уже два года. Так, например, один из главных результатов – появление в календаре новой праздничной даты. С прошлого года в НАУ 20 ноября отмечают День памяти участников оленотранспортных батальонов в Великой Отечественной войне. Очень приятно, что тот проект, который мы сделали по оленотранспортным батальонам, заслужил внимание других регионов. Это значит, что не только жители Ненецкого округа поддержали наши молодежные мероприятия, но и они востребованы за пределами Ненецкого округа, особенно в Мурманской области. Проект в округе продолжат реализовывать. Например, во время празднования юбилейного парада Победы отмечают авторы идеи, горожан и гостей города будет ждать сюрприз. Какой именно? Пока эту тайну не раскрывают. Обсуждали на заседании и поездку нашей делегации на предстоящий федеральный форум «Селигер». Помимо председателя молодежной палаты, объявил о вхождении в нее трех новых представителей. Это Юлия Талеева, Наталья Лебедева, также Богдан Исполинов. Субтитры создавал DimaTorzok